Друзья, всем привет! До сих пор большинство новых автомобилей все еще устанавливают штатные мультимедиа системы с проводными системами Android Auto и Apple CarPlay. Я сам постоянно пользуюсь Apple CarPlay, но то, что для его работы каждый раз нужно подключать iPhone проводом к системе автомобиля, считаю очень неудобным, особенно во время коротких поездок по городу. На своем канале я уже делал видео про устройства, которые позволяют сделать беспроводной CarPlay в автомобиле, в котором имеется штатный проводной. Первое устройство это CarLinked 2, которое кроме беспроводного CarPlay больше ничего не умеет, а второе CP21, которое дополнительно может воспроизводить аудио и видео с подключенной флешки. Также с его помощью можно расшаривать экран смартфона на экран мультимедиа системы автомобиля. Ссылки на видео с обзорами этих устройств я оставлю в описании. Китайцы поняли, что подобные устройства сейчас в тренде и поэтому продолжают развивать эту тему, добавляя новые возможности и функции. Еще в CP21 они научились через подключение CarPlay передавать на экран мультимедиа системы автомобиля помимо стандартного интерфейса свой собственный, с дополнительными функциями. Теперь они продвинулись еще дальше. Сегодня у меня на обзоре очень интересное устройство CarPlay Android Box UX 999, которое через подключение CarPlay выводит на экран головного устройства автомобиля полноценный Android 9 с нормально работающими сервисами Google. Такая возможность позволяет существенно расширить функционал мультимедийной системы автомобиля без особых усилий и все, что нужно для этого сделать, подключить устройство к штатному USB разъему. Также UX 999 обеспечивает подключение смартфонов к головному устройству через беспроводной CarPlay или Android Auto. Об этом я расскажу чуть позже. Еще раз подчеркну, для работы устройства ваш автомобиль должен иметь штатный проводной CarPlay. Купил я этот Android Box на AliExpress. Его стандартная цена 240 долларов, но во время скидок его можно купить за 215-220 долларов. Ссылку на магазин оставлю в описании. Итак, устройство поставляется в черные картонные коробки с надписью Car Smart Box. Оно достаточно компактное. Его размеры 80 на 80 на 14 миллиметров. Кроме самого Android Box в комплекте идет кабель USB-C и USB-A и переходник USB-A и USB-C. Сразу хочу отметить, что машина видит устройство только при подключении кабелем из комплекта, причем даже если подключить через удлинитель USB. Но если подключить стандартным кабелем USB-C и USB-A, устройство не работает. В моем случае продавец положил подарок карту microSD на 32 гигабайта, поддерживаются карты объемом до 128 гигабайт. Также присутствует короткая инструкция на английском языке. Кроме порта USB-C, Box имеет слот для установки карты памяти, а также слот для установки SIM-карты. То есть в принципе для его работы, если вам не нужна громкая связь в автомобиле, телефон подключать не обязательно. Здесь установлен восьмиядерный чип Qualcomm Snapdragon 450, 4 гигабайта ОЗУ и 64 гигабайта флэш-памяти. Bluetooth может работать как в режиме мастер, так и слеев. То есть можно подключать, например, внешнюю клавиатуру, мышку или даже OBD-устройство. Поддерживается одновременная работа Wi-Fi в диапазонах 2,4 и 5 ГГц, причем устройство может выполнять функции мобильного роутера Mi-Fi. Радиомодуль обеспечивает работу в 3G-4G-сетях. Также имеется встроенный приемник GPS GLONASS. Как вы видите, устройство оснащено достаточно неплохо. Итак, после загрузки Android, на экране появляется лончер, похожий на интерфейс CarPlay. При желании, его можно поменять на какой-то другой. Сразу скажу, что у меня установлена прошивка от CarLinked. Под этим брендом на Али продаются похожие Android-боксы. Их прошивка не очень отличается от оригинальной, но мне она показалась более отзывчивой. Приятно то, что обновления прошивок выходят регулярно. В описании я оставлю ссылки, откуда их можно скачать. В целом, это обычный Android. Можно устанавливать любые приложения как через Play Market, так и с карточки памяти. В том числе, например, навигацию Яндекс. Предустановлен YouTube, Netflix и какие-то китайские приложения, которые я удалил. Воспроизведение видео работает даже во время движения, так что пассажиры смогут насладиться просмотром YouTube. При этом вы будете слышать, например, подсказки навигации. Если кратковременно коснуться экрана в любом месте, появляется кнопка для вызова быстрого меню. Первая кнопка – это возврат на домашний экран. Далее кнопка возврата на предыдущий уровень. Следующая кнопка показывает, какие приложения висят в памяти, и тут можно выгрузить ненужные в данный момент приложения. Далее кнопка вызова голосового ассистента. У меня в машине с этим боксом, кстати, работает штатная кнопка вызова ассистента на руле, причем в режиме CarPlay вызывается Siri. Следующая кнопка включает очень полезный режим Split, при котором экран разделяется на две части, в каждую из которых можно вывести отдельное приложение. Таким образом можно одновременно пользоваться, например, навигацией и каким-то музыкальным приложением. Следующая кнопка позволяет одним нажатием выгрузить все приложения из памяти. Последняя кнопка по идее должна переключать на родной интерфейс автомобиля. В моем случае это почему-то не работает, правда у меня есть другая кнопка для этого. Если вы не хотите пользоваться беспроводным CarPlay или Android Auto, можно просто спарить свой телефон с коробкой через Bluetooth. Это позволит принимать звонки и слушать музыку с вашего телефона. Но как я уже говорил обзорах других устройств, для меня беспроводной CarPlay является самой удобной системой. Здесь эта возможность, как и беспроводной Android Auto, реализована с помощью специального приложения AutoKit. Подключение айфона к беспроводному CarPlay происходит в штатном режиме. Просто в настройках айфона заходите в раздел CarPlay и там выбираете устройство SpeedPlay. В настройках приложения можно установить автозагрузку и тогда CarPlay будет запускать автоматически сразу после загрузки Android. Нужно понимать, что подключение занимает больше времени, чем например в CarLink 2, так как сначала загружается система автомобиля, потом Android, а потом CarPlay. В моем случае на это уходит где-то полторы-две минуты. Но так как CarPlay реализован как отдельное приложение под Android, после загрузки переключаться между CarPlay и Android можно практически мгновенно. Это дает некоторые новые возможности. Например, для предупреждения о камерах я использую приложение Antiradar M, но оно к сожалению не работает через CarPlay. Сейчас это приложение у меня автоматически запускается в фоновом режиме на Android и выводит свои всплывающие окна с предупреждениями прямо поверх интерфейса CarPlay, что очень удобно. В целом мне этот Android Box для автомобиля понравился. Работает все достаточно неплохо, хотя конечно присутствуют небольшие глюки и тонкости работы на различных автомобилях, поэтому перед покупкой я рекомендую почитать ветку про эти устройства на 4PDA. На родной прошивке у меня не очень отзывчиво работал тачскрин и бывало, что изредка перезагружался CarPlay. После установки прошивки от CarLink это эти проблемы ушли. Цена устройства на мой взгляд несколько завышена. За эти деньги можно купить головное устройство на Android, но в современных автомобилях часто установка нештатной системы или невозможна, или очень дорогостоящая. А чтобы подключить такой Android Box никаких дополнительных затрат и переделок не нужно, достаточно его просто воткнуть в разъем USB. Это устройство значительно расширяет функционал штатной мультимедийной системы автомобиля. При этом весь звуковой тракт остается родным, что на мой взгляд является преимуществом, так как качество звука в китайских магнитолах не всегда на высоте. Напишите в комментариях как вам такой Android Box и стоит ли он тех денег, которые за него просят китайцы. Если устройство заинтересовало и возникли вопросы, задавайте, постараюсь ответить. У меня на сегодня все. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, оно было полезным для вас. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы всегда оставаться в курсе самого интересного в мире технологий.